И сегодня на моем канале лайфхаки для инстаграма И это будет отдельная рубрика, о которой я так давно мечтала Тема сегодняшнего видео Stories Лайфхаки, которые многие из вас, я уверена, не знают Так что, если вам интересна тема этого видео И вы хотите дальше ее посмотреть Обязательно не забывайте ставить палец вверх под этим видео И подписываться на мой канал Тогда я буду снимать для вас больше, чаще и лучше Также обязательно досмотрите видео до конца В конце для вас будет приятный бонус Который, я уверена, понравится всем любителям инстаграма Так что, не перелистывайте, но досмотрите до конца Хочется вам рассказать все-все-все-все-все Но давайте сделаем это более структурированно И первый лайфхак, о котором я расскажу Это программа Flipagram Эта программа элементарная И я вам сейчас покажу, как я в ней работаю Итак, первым делом мы заходим в программу И я выбрала вот такой вот фот Оно открывается у вас дальше Здесь вы можете его подредактировать К примеру, там, текст добавить, обрезать, повернуть, дублировать Но мы ничего не будем делать, так как мы хотим только с этой картинкой поработать Мы нажимаем готово и нажимаем далее Здесь вы уже можете подобрать к этой картинке музыку, скорость Нарисовать какие-то эффекты, которые вы сейчас видели на видео Или же добавить эффекты еще круче В общем, давайте обо всем по порядку Итак, следующее, что мы будем делать Это выбирать музыку для нашей картинки Здесь у меня высветилась ваша музыка, Spotify, ваша библиотека и популярная музыка Spotify это приложение, которое просто нереально крутое Нереально крутое, я знаю это слово, я буду повторять еще очень много раз за видео Так что будьте готовы к этому, можете посчитать в комментариях, сколько я его назову Мое слово поразит, но оно хотя бы неплохое, оно положительное Приложение Spotify я скачала себе на ноутбук И в нем самые топовые новинки мировых топ-чартов по музыке Но, к сожалению, этим приложением можно пользоваться только если вы живете в США То есть не в России А если вы хотите узнать, как пользоваться им в России То обязательно ставьте палец вверх и напишите об этом в комментарии Я обязательно расскажу вам в следующих лайфхаках Лайфхаках об этом видео В принципе, в этом приложении и так достаточно музыки для картинок Но просто мне очень нравится приложение Spotify И я его подключила, и там еще круче музыка Но так как пока оно у вас не подключено, вы можете использовать обычную музыку И давайте используем песню Now or Never Hasley Нажимаем этот, скачиваем музыку Вы сможете вот здесь вот эту дорожку двигать И выбирать фрагмент, который вам именно нужен под картинку Как раз это видео длится ровно 15 секунд, как и для стори Далее, самый клевый эффект, который мне здесь нравится Это вот мы идем в эффекты И добавляем, к примеру, вот здесь вот так двигаем вправо Здесь есть вот такие вот световые штучки под музыку Есть электро, кстати, тоже прикольно смотрится Можно добавить И здесь его можно как бы усиливать этот эффект Но сильно будет не очень красиво смотреться Поэтому мы его немножко делаем слабее Или же мы добавляем очень часто используемое Я думаю, вы видели у меня Это вот этот бомбокс Но он сюда не идет как-то, мне не нравится, если честно Хотя нет, сильно слишком Можно сердечки добавить И они, когда будет бит в музыке, они будут усиливаться То есть, когда вы могли это видеть у меня Вот, мне нравится вот этот эффект Мы его сделаем немножко поменьше Вот прям вообще на капельку Далее, то, что я использую очень и очень часто Мы нажимаем нарисовать Я убираю часто низю Потому что это как исчезающий рисунок Он будет появляться только тогда, когда, к примеру, бит будет И мы можем... Мне очень нравится выделять какие-то области Во, вот так прикольно На зеленом, хотя... Что-то не другое Во, вот так прикольно Здесь можно использовать обычный эффект рисунка Он просто будет вместе с музыкой двигаться Но мне вот сейчас не нравится Можно также использовать вот такие блестки Они с битом будут тоже усиливаться Сейчас мы можем посмотреть Смотрите, мы оставим блестки здесь везде И они, видите, начинают сверкать Но это тоже слишком Хотя, в принципе, выглядит прикольно, но не везде Также здесь можно добавить вот такую вот сверкающую штучку Она вот мне тоже нравится Ее можно, например, куда-нибудь вот на баночку присобачить Прикольно Во, вот так Прикольно Ну, такое Ну, нормально И есть смайлики То есть смайлики будут тоже двигаться Нажимаете на экран, к примеру, делаете сердечки На любое место И вот когда бит усиливается, они начинают прям моргать Ну, это тоже слишком, мне кажется Не нужно Дальше мы нажимаем «Готово» Есть, в принципе, скорость, можно увеличить Но это самые главные лайфхаки, которыми я пользуюсь Дальше нажимаем «Далее» Видео наше сохраняется, загружается И после этого вы нажимаете «Сохранить в галерею» И вуаля, ваше видео готово Заходите в сторис и выкладываете Не благодарите Итак, второй лайфхак, я уверена Вот, наверное, процентов 90 из вас, кто смотрит это видео, вы не знаете Поэтому я буду очень рада поделиться с вами этим лайфхаком Вы можете использовать не только цвета инстаграма, которые указаны здесь стандартные А сейчас просто барабанная дробь Вы нажимаете, долго зажимаете цвет Долго зажимаете на цвете, примерно на голубом И появляется палитра, вы представляете? И вы можете в этой палитре выбирать любой цвет, который вы только хотите Наверное, я об этом лайфхаке узнала где-то недели 3-4 назад То есть месяц назад Поэтому я уже его удачно юзаю Но теперь вы можете им тоже пользоваться Только никому не рассказывайте Это секрет Вот, к примеру, выберем там нежный такой голубой И можем писать, вот он на шрифт Пишем, к примеру Любовь это чувство любви Знаете, мои типичные фразочки в инстаграме Вуаля! И вы можете также использовать любой цвет на вот этих вот штучках, к примеру, которые я делаю Вы также нажимаете на палитру, выбираете нежно-желтый цвет, к примеру И вот так вот делаете красоту И вот так, вот так То есть все, что хотите Это был второй лайфхак А сейчас поговорим о третьем лайфхаке Как же прицепить стикер прямо к моей руке, чтобы он двигался за ней? Если вы хотите узнать об этом, то я вам сейчас расскажу Итак, лайфхак номер 3 Как же прикрепить стикер или какую-то картинку к вашему, к примеру, руке или к какому-то предмету? Вы просто нажимаете на стикер, выбираете нежный стикер Конечно, мы выбираем тортик Мы долго зажимаем на стикере, оставляем на то место, которое нам нужно прикрепить и нажимаем прикрепить Оно проворачивается, проворачивается, проворачивается и сейчас мы посмотрим результат Итак, вот стикер двигается за нашей рукой практически Но что-то пошло не так, давайте попробуем еще Ну, в принципе, вы понимаете эффект, просто я очень быстро двигала рукой Но мы также можем прицепить, к примеру, стикер к моему носу И сейчас мы его прикрепим, к примеру Вот так То есть теперь стикер просто будет двигаться за моим носом, к тому месту, к которому он прикрепился Все, все предельно просто Офигенное видео Сохраняем И не выкладываем никому Как же сделать ссылку на какую-то другую страницу? У вас в верхнем углу И сейчас, кстати, я поделила с вами фотографию, которая из личного архива Это я тут сижу, медитирую на улице Меня мама сфотографировала Вот так у вас в верхнем углу есть вот такая вот скрепочка Видите, идет сначала крестик И после этого идет такая скрепочка Нажимаем на нее и сюда вставляем ссылку Нажимаем готово И тогда люди смогут переходить по вашей ссылке В принципе, если честно, я не знаю, как это распространяется Почему-то у некоторых моих подписчиков есть такая кнопочка У некоторых нет У меня есть такое мнение, что она доступна, к примеру, от какого-то количества подписчиков Не знаю, как у вас Напишите в комментариях, есть ли у вас эта скрепочка И получалась ли у вас ее ссылка Но у меня получается Я была безумно рада, что она у меня появилась Для того, чтобы вашу сториз просмотрела больше людей Оставляйте на ней геолокацию Как это сделать? Вы нажимаете на стикер Нажимаете на геоданные И после местонахождения Обычно в начале показываются самые топовые места К примеру, у меня почему-то сейчас не показывается, не хочет Мы напишем Калининград И все И вы оставляете вот так вот Если не хотите делать ее заметной Вы просто ее делаете маленькой Куда-нибудь вставляете Можете нажать на нее, она вообще будет, ну, такая Незаметная Обычно я делаю большой ее вот так На пол сториз Вставляю, что у меня в Калининграде Ну, понимаете, да? Мы можем зайти на мой сториз И в том месте, где я отмечала Калининград Мы листаем вверх Сейчас появится сверху, что С Калининграда у меня еще Не моих подписчиков Наверное, 60 человек Почему бы и нет? Эти 60 человек могут стать потенциальными моими подписчиками Вроде бы я больше нигде не отмечала Калининград Да, больше нигде не отмечала Но возьмите себе на заметку этот лайфхак Он реально работает Если предыдущий день у вас был супер-мега активным, продуктивным Вы снимали очень-очень-очень много сториз Обычно это выглядит как вот такая точечка Я до такого не довожу, потому что знаю, что многие люди перелистывают Сделайте так, на следующий день не снимайте вообще сториз Уверяю вас, вы увидите по активности Она у вас очень сильно возрастет по статистике К примеру, вот я выкладывала целый день вчера сториз И сегодня я решила ничего не выкладывать и посмотреть эффект Так я уже делала, и это работает реально Как же сделать такие видео, которые вы видели у меня на инстаграме К примеру, такое видео Где видео вроде бы идет и возвращается обратно Или же вот такое видео Как бы они не особо интеллектуальные, но... Кому это важно? Или же такое видео И как вставить его в сториз Первое, что вам нужно делать, это, конечно же, иметь айфон Потому что только на айфоне есть функция лайф Мы фоткаем себя Вот здесь сверху есть третья кнопка Она, видите, у меня горит, это лайф офф Теперь я включаю лайф офф И фотографирую себя, к примеру, вот так Теперь фото получилось живым Мы можем пройти в инстаграм, открыть сториз И оно откроется нам, как обычное фото, которое мы сделали Внимание, тут открывается секрет, который я недавно узнала Вы нажмете долго на это фото Прям сильно нажмете То оно станет как бумеранг, представляете? То есть потому, что вы его снимали в лайф фото Ну и дальше уже можете делать все, что хотите Так можно делать на любую фотографию Если вы хотите именно оживить свою фотографию для инстаграма Или для какого-то другого способа Вы просто скачиваете приложение Motion Steels Делать музыку со звуком, без звука Можете делать так, чтобы видео как бумеранг делалось То есть из лайф фото вы делаете видео Нажимаете на вот эту стрелочку Отправить видео И оно у вас готово Не благодарите Предпоследний лайфхак Обязательно чередуйте фото с видео в сторис Потому что И да, и не забывайте Даже если вы много записали видео На каком-то из видео Оставить какую-то картинку Потому что многие люди листают ваш сторис без звука И они могут просто его пролистать Но если вы акцентируете Какой-то записью То человеку может она заинтересовать И он может включить звук И продолжить вас смотреть Последний лайфхак Может быть не особо новый для вас Но все равно Если вы хотите выложить фото Какое-то с дня предыдущего И вы его не видите у себя в сторис Просто сделайте Откройте его Сделайте скрин экрана И оно у вас появится как новое И вы сможете его выложить заново Все? Отлично! Замечательно! Фуф! Ну если честно Я очень довольна тем Что записала это видео Надеюсь, что оно было вам полезным И обязательно напишите в комментариях Понадобились ли вам мои советы И может быть вы можете поделиться Какими-то лайфхаками Которые вы используете для сторис Это будет очень интересно А самый лучший и интересный комментарий Который наберет наибольшее количество лайков Или который мне больше всего понравится В следующем видео рубрики Instagram Мы вместе с вами проанализируем То есть я его открою Расскажу все плюсы его минусы На чем бы я поработала Как бы я начала менять стиль Так что я думаю, что вам это понравится Опять же, не забывайте подписываться на мой канал Ставить пальцы вверх Я вас всех очень люблю Пока